Здравствуйте, Егор и подписчики канала Heavy Metal Gym. Меня зовут Татьяна, мне 34 года. Я хочу немного рассказать о себе, как я пришла к спорту. Я всю жизнь, до 30 лет, была очень слабой девушкой. И то, что я буду заниматься спортом, это вообще было за гранью разумного для меня. В тренажерный зал я пришла в 30 лет с подругой спонтанно. Нас пригласил ее знакомый, и он же тренер. У него был частный зал, и там было в основном свободные веса. И железа, тренажеров там не было. Мы начали заниматься, нас маленько так смотивировало. Но я решила попробовать. Конечно, до железа мне было далеко, я даже не могла заниматься своим весом. Но я попробовала, когда хотела уже решить, что это не мое, хотела уйти. Он меня так маленько надо мной посмеялся, что ты такая неуклюжая. А я решила, ну как это так, думаю, смеются, буду я заниматься, попробую, в общем. В тот момент я весила 73 килограмма. Сейчас я вешу 56 килограммов. Занималась я с ним год. В какие-то моменты у меня все болело, когда я хотела бросить. Какой-то, знаете, не было мотивации, вот такой вот прям цели, как-то занималась, занималась. Ну, не видела таких особых результатов. Конечно, худела, потом опять полнела. Потом не занималась какое-то время. И спустя, наверное, полгода, где-то, наверное, полтора года назад, я на ютубе наткнулась на канал Егора. Он меня очень заинтересовал. Мне сразу показалось, что это очень грамотный специалист. Он очень доходчиво рассказывал. И я прям смотрела во все его видео в захлеб. Я начала много изучать информации. И, значит, поняла, что нужно заниматься со свободными весами, делать базовые упражнения. И убрала много изоляции из своих тренировок. То есть поняла, что это лишнее, как бы, ну, и настроила свой тренировочный план, исходя из рекомендаций Егора. Вот, конечно, добавляя изоляцию сейчас, но в основном это, конечно, базовые упражнения. За год я, моё тело поменялось, конечно, очень сильно. Вот, и это благодаря питанию, вот, рекомендациям, как говорил Егор. Также я пью протеин и съедаю банан после тонировки. Не толстею, а наоборот у меня, как бы, это идёт только в плюс. Вот, появился рельеф. И, конечно, все мои друзья, знакомые, родственники замечают во мне изменения. Мне это очень нравится. И ещё раз хочу сказать спасибо Егору. Настоящий профессионал с большой буквы, который подкрепляет свои высказывания, да, и от чего наталкивается научными доказательствами. Вот, в общем, натуральный тренинг, он должен быть завязан на базовых упражнениях, на работе со свободными весами, работе со своим телом. Вот, так что, девочки, мальчики, смотрите канал Егора, подписывайтесь. Это очень отличный тренер. Например, таких мало вообще по пальцам пересчитать. Я это поняла за свою жизнь. За свою недолгую жизнь в тренажерном зале. Вот, и очень благодарна Егору вам. Спасибо ещё раз большое. Мечтаю позаниматься с вами в вашем тренажерном зале. Может быть, когда-то и получится. Каждую свою тренировку я начинаю с разминки. Сначала я делаю суставную разминку, дальше я перехожу на грибной тренажёр. Также его я подсмотрела в видео Егора. Он хорошо разминает коленные суставы, плечевой пояс. На грибной тренажёре я занимаюсь 5-7 минут. На беговой дорожке я не бегаю. И вообще я не бегаю. Монотонное кардио я не делаю. Единственное, что я использую беговую дорожку в конце тренировки, в качестве заминки я на ней хожу 5 минут со скоростью 6,5 км в час. И постепенно останавливаюсь. Вместо малотонного кардио я делаю функциональную тренировку. Также посмотрела у Егора. Дальше я делаю планку. Она мне помогает настроиться. И также укрепляет мышцы кора. Я делаю 5 подходов по 20 секунд. Отдых по 5 секунд между подходами. Дальше я делаю экстензию. Первый подход без веса. 15 повторений. Дальше идёт 3 подхода с весом 20 кг. Также по 15 повторений. Ещё я хочу в свою программу сейчас ввести спринтерские выбегания. Экстензия перед приседаниями очень хороша тем, что она, конечно, напрягается поясница, но это, наоборот, плюс. Это помогает мне, например, сконцентрироваться на приседаниях. Я её хорошо чувствую. И, можно даже сказать, это держит меня в равновесии. Ну, не знаю, мне это очень помогает. Сколько я её делаю уже год. Никогда у меня не было проблем ни со спиной, ни с поясницей. В этом упражнении хорошо напрягаются также мышцы ягодиц, бицепса бедра. Очень хорошее упражнение. Дальше идут приседания. Сначала я делаю специальную разминку. Первый подход у меня с пустым грифом, вес 20 кг. Специальная разминка очень хороша. Она помогает разогреть ваши суставы и подготовить ваше тело для работы с рабочими весами. Я постепенно увеличиваю вес, доходя до рабочего веса. Дальше здесь вес 30 кг. Кстати, когда я начала себя снимать, я заметила, что я косячу, я не доприседаю. То есть, нужно мне приседать глубже, я сейчас над этим работаю. Очень хорошо, вот и Егор сколько раз говорил, вы снимаете себя со стороны, вы увидите все свои косяки. Это действительно так работает. Здесь вес 40 кг. Это также разминка. Сейчас мой рабочий вес 50 кг. Вес моего тела 56 кг. Я пробовала приседать с весом 55 кг, но для меня он еще тяжеловат. Я могу сделать максимально только на 10 повторений. Но чувствую, что у меня техника, конечно, портится. Поэтому я пока его стараюсь не делать с таким весом. И тем более я еще не доприседаю глубоко. Буду оттачивать вот именно с таким весом с 50 кг. Когда буду уже 15 раз делать качественно, тогда буду повышать веса. Базовые упражнения, они очень нужны, тем более для натурального атлета, кто занимается натурально. Потому что благодаря базовым упражнениям выбрасываются гормоны в кровь, которые как раз отвечают за рост мышц. Всегда нужно делать базовые упражнения в начале тренировки. Конечно, после разминки хорошей и разогрева. Я обожаю приседания. Они мне даются очень тяжело. Но зато от них очень хороший отклик. Никакие махи в стороны, назад не сделают из вашего тела то, о чем вы мечтаете. Далее я отправлю фотографию, какая я была, чтобы вы сравнили. Далее идет румынская тяга. Вес 50 кг. Я использую... У меня запястья очень слабые, поэтому я ленты использую. Я делаю четыре подхода. Два подхода с узкой постановкой ног. Два подхода с широкой постановкой ног. Широкая на ширине плеч. Это дает мне возможность по-разному почувствовать это упражнение. Как учит Егор, я подхожу к грифу плотно и из приседа начинаю поднимать штангу. Но я поднимаю не руками, а упираясь ногами в пол, как будто хочу проломить его. А руки участвуют, как рычаги, просто держа гриф. И поднимаю я за счет ягодиц и задней поверхности бедра, а не за счет рук своих. Я долго училась этому упражнению, но когда я научилась, я поняла разницу, чем отличается поднимать именно силой мышц ног и ягодиц или руками. Далее я делаю режим платформы. Здесь 70 кг без учета платформы. Также четыре подхода по 12 повторений. Конечно, все упражнения, которые представлены в моем видео, я делю на две тренировки. То есть в одну тренировку я все это не делаю. Далее идет сгибание ног на бицепс бедра. Я его использую либо как самостоятельное упражнение о четырех подходах, либо как разминка перед русскими наклонами. Русские наклоны я также подсмотрела. Девочки должны развивать заднюю поверхность бедра, потому что, как говорит Егор, она у нас отстает. Это действительно так. Я поняла это, когда начала тренироваться. Дальше идут мои любимые русские наклоны. Я делаю пять подходов по 8-10 повторений. Сначала мне было ни разу не сделать, но когда у меня начало получаться, я была очень рада этому. Действительно очень напрягает заднюю поверхность бедра, и я прям чувствую ее. А еще Егор сказал, что это упражнение хорошо повысит веса в ваших приседаниях. Очень классное упражнение. И между подходами на русские наклоны я делаю икры. Почему-то раньше я икры не делала и вела их совсем недавно, буквально несколько недель назад. Я делаю их без веса, только со своим собственным весом. Пока мне хватает, я делаю 15 раз, каждой ногой, 5 подходов. Дальше идет отведение ног в тренажере. Я делаю тоже в двух позициях. То есть первое, это когда спина прижата к спинке тренажера. И второй тут же вариант я добиваю, приподнимаясь над тренажером. Ягодицы висят в общем воздухе. Очень хорошо я здесь чувствую ягодицы и делаю до отказного подхода. То есть до такого сильного жжения, когда уже последний раз не сделать. Но еще раз повторюсь, вот эти все изолирующие упражнения только после базы. Также я делаю ягодичный мостик. Ягодичный мостик у меня вес здесь 60 килограммов без учета грифа. Делаю 4 подхода по 12-15 повторений. В этом упражнении я также очень хорошо прочувствую ягодицы. Ну и конечно наша любимая гиперэкстензия, которая действует на наш позвоночник дикопрессионно. Я делаю 4 подхода по 20 повторений. Поскольку в нашем тренажерном зале нет станка для гиперэкстензии, я заменяю его таким образом на станке для экстензии. Хотелось бы конечно как-то придумать вес побольше, вешать на ноги, но пока так. Очень отличное упражнение, я делаю каждую тренировку в конце. Еще конечно у моей тренировки присутствуют выпады. И в конце тренировки я делаю легкую растяжку. Дома уже перед сном я стараюсь делать не всегда правда, но стараюсь перед сном общую растяжку на все тело. Нужно делать обязательно. Следующая тренировка это наверх тела. Первым упражнением я делаю экстензию с разведением гантелей в стороны. Вес каждой гантели 6 кг. В этом упражнении я хорошо чувствую заднюю дельту. И она действительно мне откликается от этого упражнения и появилась. Я делю свои упражнения, я делю свои тренировки наверх и на низ тела, мне так удобнее. Дальше у меня идут подтягивания. Подтягивания для меня больная тема. Без резинки я могу подтянуться только два с половиной раза. Но резинку я поменяла. У меня сначала была зеленая резинка, теперь сиреневая. С этой резинкой конечно сложнее. Но моя мечта подтягиваться самой. Вообще нужно выполнять упражнения со своим телом. Это отжимания от пола. Я их делаю перед отжиманиями на брусьях в качестве разминки. Упражнения со своим телом они очень благодарны упражнения. Потому что тело откликается на них очень хорошо. И вообще это, мне кажется, для жизни в быту очень помогает. И не дай Бог, человек столкнулся с ситуацией, где нужно себя как-то вытащить или где-то поднять. И это очень хорошо нас спасёт. Каждый человек должен владеть своим телом и уметь себя поднять. Катание колёсико. Мне оно тоже очень нравится. Здесь также нагружаются мышцы живота, дельты, мышцы спины. Я, может быть, сейчас буду не права, но оно, мне кажется, по эффекту, как пуловер в кроссовере. Вот так вот. Продолжение следует... Дальше я делаю отжимания от брусьев. Это упражнение мне тоже дается сложно. Без резинки я могу сделать только полтора раза всего. Но я тренируюсь и иду к тому, чтобы выполнять уже без резинки. По-моему, десять раз я делаю три подхода. Дальше идет сжим гантелей на грудные мышцы. Девочки, делайте упражнения на грудные мышцы. Это хорошо укрепит. И под мышками не будет висеть жир. Будет у вас все красиво, аккуратно. Все, что я здесь говорю и делаю, это все на своем опыте. То есть доказано мной. На себе испытано. И на самом деле все это мне помогло. Ну и, конечно, питание. Гантели по 9 килограммов каждая. Это жим на дельты. Каждая гантелька по 8 килограммов. Также я делаю три подхода по 12 повторений. На среднюю дельту я делаю отведение рук в стороны. Гири у меня гантели по 6 килограммов. Я пробовала делать с грифом, но почему-то вот именно отведениями с гантелей мне больше нравится. И у меня средняя дельта откликается лучше. Я лучше ее чувствую. Девочки, не бойтесь работать с весами. Наоборот, веса помогают вам сжигать ненавистный жир. А кардио монотонное, наоборот, сжигает ваши мышцы. И заканчиваю я тренировку верха разведением каната на трицепс. Очень хорошее упражнение. Трицепь действительно растет и руки укрепляются. Делаю три подхода. А дальше добиваю каждой рукой. Как говорил в одном из своих видео Егор, как говорит, нужно делать каждой рукой с минимальным весом. Делайте до такого момента, когда вы не сможете делать еще 10 раз. Вот примерно я так и делаю. Конечно, я еще делаю тягу верхнего блока на спину и тягу штанги к низу живота. Трицепс вообще горит после этого упражнения. Очень классно. И заканчиваю тренировку верха упражнением для мышцы пресса, для мышцы живота. Когда я делаю тренировку на низ, я пресс не качаю, потому что, когда я делаю базовые упражнения, приседания, мышца живота и так работает. Спасибо вам, Егор, еще раз за вашу работу, за ваш труд. Желаю вам процветания и всего самого хорошего. Всем подписчикам я желаю крепкого здоровья и добиваться тела своей мечты. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Успехов вам процветания и сухой мышечной массы без травм. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok